Являются ли россияне имперцами? Это Владимир Милов, и я решил записать для моих зрителей такую короткую реплику, потому что очень многие из вас жалуются мне, что они сегодня в эти тяжелые дни находятся в ужасной депрессии из-за того, что Путин и солдаты его армии творят в Украине, а это не только Путин, это огромное количество наших соотечественников, которые, как мы выяснили, оказались способны на неимоверные жестокости и военные преступления, в депрессии из-за того, что многие из ваших родственников и знакомых ведутся на эту постоянную ядовитую смертельную пропаганду из телевизора, пропаганду геноцида и убийств, в депрессии из-за того, что многие из иностранцев и россиян, уехавших из страны, начинают говорить о том, что проблема не только в Путине, а вот во всей нации, и что у россиян только генетический код, они всегда были имперцами, и Россия вот уже несколько сотен лет в этом плане ведет себя одинаково, на всех нападает, жестоко подавляет, убивает и так далее. И, знаете, я хотел ответить на все это, и как раз вот подвернулись события, которые происходили в нашей стране 31 год назад. 22 августа официально было объявлено о победе нашего российского народа над тоталитарным фашистским коммунистическим путчем, которые устроили ретрограды и консерваторы, им не нравилась перестройка и переход нашей страны к демократии, они хотели развернуть нашу историю вспять. Но россияне вышли и выступили очень жестким противовесом всей этой военной и КГБшной машине, отстояли свободу, несмотря на то, что были и жертвы. На мой взгляд, вот оглядываясь назад, это были лучшие дни в истории нашей страны. Мы подробно обо всем рассказывали об этом в нашем историческом цикле, о том, как распадался Советский Союз. Поэтому пересмотрите этот цикл на нашем канале, особенно, я это говорю, новым зрителям, которые недавно на нас подписались. Так вот, вы знаете, почему я это все вспомнил? Я очень хорошо помню те дни, я сам в этом митинге победителей участвовал, активно участвовал в событиях, связанных с перестройкой и распадом Советского Союза. И я помню, что тогда россияне были совершенно другими. Мы очень симпатизировали всем национально-освободительным движениям, которые возникли по всему Советскому Союзу. Мы очень поддерживали стремление бывших советских республик к независимости, суверенитету. И вот вы можете, собственно говоря, увидеть картинки и видео с того самого митинга победителей, который состоялся 22 августа 1991 года. Рядом с Белым домом там выступал Борис Ельцин, президент России, который был лидером нашей страны и борьбы за свободу против коммунистического путча. И вот вы можете очень четко увидеть на этих фото и видео, что там на митинге мелькают огромные украинские флаги. Их было довольно много. Это говорит о том, что движение россиян за свободу и независимость, оно всегда традиционно обозначало огромную симпатию ко всем другим борцам за свободу в наших странах-соседях. Более того, я хочу вам сказать, что Украина смогла объявить свою независимость вот как раз два дня спустя. 24 августа 1991 года. Я думаю, что без победы над коммунистическим путчем, без нашей с вами победы, это было бы невозможно. Советские власти не хотели Украину никуда отпускать и никакую ее независимость признавать. Более того, за три недели до путча в Киев приезжал президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший, который произнес свою известную речь котлета по-киевски «Chicken Kiev Speech», где он призывал Украину, настойчиво призывал остаться в составе Советского Союза и критиковал национально-освободительное движение. Так вот, тем не менее, мы, свободные россияне, независимость Украины тогда поддерживали. На митинге победителей мы выходили с украинскими флагами. Все это только приветствовали. Никто не выступал против украинской независимости, вот она была через два дня, 24 августа, провозглашена. И стало это возможным благодаря тому, что наши российские люди погибли в те тяжелые дни августовского путча. Трое россиян – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский – погибли в ночь с 20 на 21 августа 1991 года на Садовом кольце. Эти смерти, в том числе вот такой тяжелой ценой, но они помогли остановить наступление красно-коричневой чумы, помогли освободить в том числе наши бывшие советские республики. Мы были очень рады, что страны и народы, наши соседи, которые хотели получить свободу, независимость, отделиться от нас и жить своей нормальной жизнью, интегрироваться с Европой, мы были очень рады, что у них появился такой шанс. Мы все это поддерживали. В декабре 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали вот те самые Беловежские соглашения о мирном распуске Советского Союза. Обратите внимание, насколько был серьезный контраст, скажем, с той же бывшей Югославией, где центральные власти не захотели отпускать республики в свободное плавание, устроили кровавые югославские войны, а Россия свои страны, соседи, бывшие советские республики, свободно отпустила, не стала этому сопротивляться. За ратификацию Беловежских соглашений в парламенте России, демократически избранном парламенте проголосовало 98% депутатов 2 декабря 1991 года. Никто тогда даже не думал протестовать. Был какой-то малочисленный митинг ретроградов и коммунистов на ВДНХ против Беловежских соглашений, но мы его не заметили. Его тогда политически абсолютно не было видно. Мы были очень рады, что наши соседние народы начали свою новую суверенную жизнь. Более того, вот как раз крупнейший протестный митинг против диктатуры КПСС состоялся несколькими месяцами раньше 20 января 1991 года. Вы можете вот, например, вот эту грандиозную фотографию сейчас очень часто увидеть в интернете, и посередине вы там видите флаги Литвы. Собственно, почему это произошло? Потому что этот митинг происходил через неделю после трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда советские войска расстреляли мирных протестующих. Мы этому очень сопереживали. Мы вышли на огромный, самый большой в истории нашей страны протестный митинг под лозунгами в поддержку Литвы. Большевики руки прочь от Литвы. Я сам в этом митинге участвовал, и все мы выходили с этими лозунгами и очень переживали за борьбу наших литовских соседей за свою независимость. Желали им всего самого лучшего и желали добра. Вот понимаете, все это происходило всего 31 год назад. Россияне тогда в подавляющем большинстве не были вовсе никакими имперцами. Они поддерживали борьбу своих соседей и народов наших бывших советских республик за независимость, за то, чтобы выбирать свою судьбу. Мы выходили на все эти митинги с литовскими флагами, с украинскими флагами, с грузинскими флагами, с лозунгами поддержки борьбы наших соседей за свой суверенитет и европейское будущее. Все это не говорит о том, что, как сегодня разглагольствуют многие, русские – это люди с каким-то имперским геном, зашитым в ДНК. Нет. Еще несколько десятилетий назад все было ровно наоборот. Что же произошло? Вы знаете, это долгий большой разговор. Мы на нашем канале его обязательно продолжим. Я хочу вам показать один простой график. Это динамика опросов общественного мнения в России. Люди отвечают на вопрос, какая страна является, по вашему мнению, главным врагом России. И вот вы можете увидеть вот эти вот зубцы и провалы на этом графике. То есть, стрелка путешествует вверх-вниз. В зависимости от того, что по телевизору говорит пропаганда. Когда у нас была 15 лет назад антигрузинская истерия в российских пропагандистских СМИ, то тогда Грузию врагом считали более 70% россиян. Сейчас чуть более 10. Такая же самая история с Эстонией, Турцией и даже с Соединенными Штатами. В 2001 году более 70% россиян по опросам говорили, что они симпатизируют США и считают эту страну другом и союзником. Все это включается и выключается в зависимости от пропаганды, которую вам транслируют по телевизору. Ровно 20 лет назад Путин и его клика полностью захватили контроль над основным национальным телевидением, полностью зачистили информационное пространство. Я очень часто говорю своим друзьям из других стран, представьте себе, что вот прекрасные, хорошо образованные жители демократических государств окажутся запертыми на 20 лет в одной комнате с путинским телевизором. Какая вероятность, что они начнут повторять всю ту ересь, которую они оттуда каждый день слышат, не имея доступа к альтернативным точкам зрения. К сожалению, конечно, эта история более сложная. Действительно, у нас есть в обществе большие, в том числе исторические, имперские тенденции. Здесь есть о чем поговорить. Но, с другой стороны, я хотел напомнить вам о том, что все эти разговоры, что русские были имперцами всегда, это неправда. Это не так. 31 год назад все было иначе. И не было бы никакой мирной независимости, не было бы никакого распуска Советского Союза, если бы мы, россияне, не выходили в Москве. Но вот эти протестные митинги с литовскими, украинскими, грузинскими и прочими национальными флагами. Мы поддерживали стремление наших соседей к суверенитету. Все было абсолютно иначе, чем сегодня. Я очень хорошо помню эти дни. Я абсолютно уверен в том, что они могут вернуться. Наше общество, конечно, предстоит расколдовывать. Это долгая, сложная работа. Как мы видим по тому варварству, который Путин творит в Украине, по тому, как попугайничают многие наши сограждане за телевизионной пропагандой, это может быть тяжелая работа, очень тяжелая, которая, возможно, растянется на десятилетия. Но я верю в то, что мы сможем добиться в этом плане успеха. Я очень хорошо помню эти августовские дни 1991 года, когда мы выходили не только за свою свободу, но и за свободу и суверенитет наших друзей и соседей. Когда россияне погибли 20 августа за то, чтобы на следующий день страны Балтии, через 4 дня Украина, могли объявить о своей независимости. Россияне выходили под танки, в том числе и за это. Это значит, что мы не имперская нация. Мы нормальная нация, которая имеет право на свободу и мирное существование со своими соседями и всеми другими странами. Когда-нибудь так и будет. Это долгая дорога. Но давайте начнем ее с того, что мы осознаем, что не все так ужасно. У нас нет какого-то зашитого в ДНК генетического имперского кода. Мы помним, многие из нас помнят времена, когда все было иначе. Когда мы жили в мире и добрососедстве со всеми вокруг. Эти времена еще вернутся. Это Владимир Милов. Мы будем подробно говорить на моем канале о том, как это сделать практически. Но я хотел бы обратиться сегодня ко всем зрителям, которые смотрят меня в России. Не вгоняйте себя в депрессию. Не поддавайтесь на все эти рассуждения, что русские по определению имперцы, по определению плохие. Так было всегда и будет всегда. Не было. Все зависит от нас. Мы сможем победить это все. Я уверен, что в итоге так и будет. Продолжение следует...